А что касаемо культуры, насколько это сложный процесс? Культура в компании? Безусловно. Очень простой. А как мотивировать сотрудников именно на эту культуру настроить? Ведь во многих даже торговых сетях сотрудники получают очень маленькую зарплату, когда им что-то начинают говорить, говорят, ребята, вы видели вот эти вот цифры? Вот сейчас у нас идет проект с компанией, у которой, по-моему, 200 тысяч сотрудников. 20 тысяч сотрудников. 20 тысяч сотрудников. И там нужно повысить клиентоцентричность корпоративной среды. Наш тоже инструмент. И что такое клиентоцентричность для всех сотрудников? Это какая-то новая хотелка своего босса, который с новым запросом ко мне приходит, а у меня есть своя головная боль, и он что-то хочет. Иди нафиг своей клиентоцентричной, у меня есть план, я его выполняю, выполняю, все. Уволить меня не можешь? Не можешь. Тогда иди гуляй. Вот это подход, когда ты квадратное суешь в треугольное. А когда ты создаешь такую корпоративную среду, где клиентоцентричность твоих коллег помогает тебе добиваться собственных KPI легче и быстрее, тогда ты понимаешь, что клиентоцентричность – это не то, что ты кому-то должен, а это твоя возможность увеличивать свои показатели. И ты начинаешь топить сам за эту клиентоцентричность. И как минимум половина сотрудников из 20 тысяч становится адептом к клиентоцентричного подхода. Это я сейчас на пальцах объяснял, но весь кейс не могу рассказать о нашем процессе. То есть, все-таки удается ей повысить у нас в стране? Безусловно, безусловно. Человеческие убеждения, они очень легко меняются, когда встречаются с противоречием с поведением. Это называется когнитивный диссонанс, когда твои личные ожидания, ты пересекаешь с реальностью. И ты меняешь неповедение, ты меняешь свои убеждения. Они очень легко меняются, когда надо. Ой, хочу виноград, хочу виноград, ой, не хочу виноград, он кислый. Ничего, это никакой боли для человека нет, поменять свои убеждения. Если ему так будет выгодно. Надо сделать. Важно убедить, чтобы было выгодно. Да, именно. Именно. Вот мы как раз работаем над тем, чтобы на всех уровнях внутри компании было выгодно такое поведение, которое формирует потом и убеждения в дальнейшем. Формирует потом и убеждения в дальнейшем.